Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Лайф ТВАС! Сегодня в гостях у нас профессор, действительный член Российской Академии Наук Иманов Гейдар Мамедрзаоглы. Европейской Академии Естественных Наук. В апреле 2024 года был удостоен Золотого Ордена Гордость Азербайджана. Европейская Академия Естественных Наук. Европейская Азербайджанцев, а Азербайджанцы знали россиян. Спасибо, спасибо, Игорь Мамедрзаогл. Хотелось бы вкратце узнать вашу биографию. Я родился в 1944 году, так что меня можете поздравить в этом году, мне исполнилось 80 лет. школа, деревенская школа. В этой школе первая учительница была моя мама. Кстати, она впоследствии стала поэтессой, у нее очень много написанных. В детстве мы это все с удовольствием читали. Но дело в том, что тогда публикациями было очень сложно. Но мне пришлось уже после, потом уже, в постсоветское время, опубликовать ее книги, ее публикации. Так что я вырос в семье творческих людей. Отец мой был сектором райкома, когда я родился, по идеологии. Поэтому у меня очень сильно воспитаны патриотические чувства. Я патриот, причем, естественно, в первую очередь я патриот Азербайзиана. И всю жизнь делал все, что должен делать патриот Азербайзиана. Ну и, конечно, живу здесь уже с 62-го года. То, естественно, я вырос на российской науке, культуре, искусстве. Поэтому очень благодарен России за то, что она мне дала. После, я закончил седьмой класс, и дальше меня просто порекомендовали пойти в техникум учиться, технологическую техникум. И там была специальность керамика. Но если еще глубже пойти, я сначала поступил в художественное училище имени Азима Азербайзанда. Я поступил туда. Но когда я пришел сдавать последний экзамен, мне сказали, что ваши документы родители забрали. Я прихожу на него, мне 13 лет, я прихожу со слезами, спрашиваю, как это. Мне сказали, сынок, там стипедия маленькая, а вот в этом техникуме, который мы определили, технологической технике, там стипедия больше. И потом, мы не знаем, каким ты будешь художником, но про арабом ты будешь, точно, да, там, обучаясь там. То есть, таким образом я попал в этот техникум. Я его закончил успешно. И потом год работал в Молдавии по направлению. Ну, в 62-м году я приехал в Санкт-Петербург. Вот так, простите, я прошу еще раз простить меня. Зрители, я приехал в Ленинград. Это мой город. Это Ленинград, это столица моей жизни. С 62-го года, вот, по сей день, с перерывом на 5 лет, меня отправляли работать в Азербайджан. Я там был директором Гензинского фарфорового завода. Вот. И поэтому я вырос здесь. После окончания института, меня направили очень серьезные оборонные предприятия. Как мне тогда говорили, шепотом, правда, что бюджет этого оборонного предприятия, научно-производственного объединения Уран, равен бюджету целой республики Эстония. Такое громадное объединение, куда я пошел работать. И там была лаборатория пьезокерамика. Я же в керамике там. Причем надо сказать, что керамика это не только строительный материал, не только посуда. Но это очень большая сфера электродной керамики. И мы дали пьезокерамику. Это для приемно-излучающих устройств, которые монтируются в торпедах. Так скажем. И поскольку эта лаборатория была единственной в этом большом объединении, меня часто направляли в командировки по заводам, где это все делалось. И я хочу отметить, что вот эти командировки мне дали очень серьезные навыки руководителя. Потому что я хоть инженер. Сначала инженер, потом старший инженер, потом ведущий инженер. Десять лет я там работал. Я ездил в командировку на эти предприятия, как представитель головного института. И поскольку я представитель головного института, военного, находил в военном заводе, меня принимали директора, главные инженеры по крайней мере. И я видел, молодой человек, 22-23 года, я видел, как работают красные директора. Со звездочками, народные депутаты. Я видел, как они работают, понимаете. И многому я тогда, собственно говоря, у него научился. Потом меня пригласили работать в электротехническую промышленность. Я там вырос, я ушел с инженера, но я праздничал институтацию. Кандидата технических наук в этом военном институте. Закончил комаспирантуру. Но уже как кандидат наук, член партии, я активно занимался общительной работой с техникумом. Союзный там, правковый был, потом в институте. Я был членом комитета комсомола института. Большой институт. Я был заместителем начальника штаба дружины, народной дружины. Я был комиссаром оперативно-комсомольского отряда, который при большом доме. То есть это все мне давало, конечно, навыки. Я был старостной группы, секретарем комсомола факультета. Ну, то есть я всю жизнь занимался общественной деятельностью. И, кстати говоря, я потом всем, всем молодежи, с кем я работал, говорю, вам поможет только активная общественная работа. Она дает знания коммуникации. И потом, после окончания института, я уже, я уже, а так, я уже перешел электротехнический завод. Завод, он раньше назывался Ленинградский фарфоровый завод «Пролетария». Я делал электротехнические вещи, изоляторы крупные. Я там вырос за три года до главного инженера завода. Ну, и потом меня пригласили работать директором Ленинградского завода, фарфорового завода. Не того большого, а Ленинградского фарфорового завода. Это называется «Лос-При ВНИИФ». ВНИИФ – это Всесвестный Новосельский институт фарфоровый промышленный. Я за четыре года, ну, пусть это выглядит нескромно, но я сделал лучший завод в стране. И это, об этом есть публикации, об этом, ну, гремел я так, да, вот на этой почве. Итак, я стал директором института. Мы через год вот решили, что если я не отдаю должность директора завода, то мне надо устранить, чтобы туда назначить кого-то, да. А завод был очень интересный, вкусный. Таким образом, меня освободили от внимания всех на застое, народную контрольную, завели уголовные дела, и тогда все это оказалось пшик. И поэтому потом уже, когда разобрали все огромные статьи, мою пользу, в литературной газете, тогда это была крупнейшая газета писателей. И там большая статья, мою пользу. И в известии. Это главная газета советских органов, вы помните, это тоже. Так что, мне было нужно, я был уехать в Азербайджан. Начал с инженера, бакинского фаянсового завода. Через год я стал заместителем там, начальника управления Министерства легкой промышленности. А еще через год меня отправили директором гандийского фарфорового завода. И вот я уже там поработал 4 года директором гандийского фарфорового завода. В том начались эти события. Кстати, я активно участвовал. Тогда я надеялся, что будут происходить какие-то реформы. Ну вот я предложил, и это прошло через совет министров, постановлением, предложил создать в Азербайджане керамические фарфоры фаянсового промышленности. Это как кластер такой. И начал строить вот в регионах небольшие фарфоровые производства. Мы там обнаружили и фарфоровый камень в Савдарске. То есть активно начал работать. И я не думал, что я когда-нибудь вернусь. Потому что меня даже пригласили после того, как меня реабилитировали на заседании Верховного Совета Союза СССР. Где прокурор СССР выступил. Вспомнил о том, что они были самостоятельны. Ну, в общем, я уже решил не приезжать. Но начались эти события неразумно. Остановилось производство. Все, я уже вижу, что я не востребован. А потом вернулись опять же в Ленинград. Да, я еще написал там концепцию. Я тоже приняли в аппарате президента тогдашнего. Азербайджана имеете? Да, Азербайджана. Тогда приняли мою концепцию создания военно-промышленной комиссии Азербайджана. Это долгая история. Я хочу вам сказать, что главное, понимаете, во мне, вот я чувствую. Я кризисный управляющий. Я управляю кризисами. То есть антикризисами. Мне даже иногда бывает все равно, где, какого характера это кризис. Потому что за эти годы я уже накопил такой опыт жизненный, да, что я разбираюсь в сути проблемы и не думаю о том, решая эти проблемы, я не думаю о том, что мне будет. То есть не о себе думаю. Вот тогда это получается. То есть дальше я приехал сюда, а меня избрали сразу директоров трех предприятий, где я работал в Санкт-Петербурге, кроме этой военной организации. Я стал генеральным директором, потом стал совладельцем этих предприятий. Хотелось бы подробно про создание Вами Смольного института в Санкт-Петербурге. Что за институт? Я отвечу. И как далее? Ну, сначала я занимался керамикой, и у меня написано три учебных пособия по производству художественной керамики. То есть я, где бы ни работал, я занимался наукой. Дальше я работаю все время, наблюдал за студентами, которые ко мне приходили, молодые специалисты. Дело в том, что все эти годы я замечал недостатки сферы образования. И поэтому всегда думал, вот если бы я создал свой институт, то я бы учил по-другому. И такая возможность представились. Мне предложил президент Академии образования, это бывшая Академия педагогических наук и САР. Предложил он мне возглавить Смольный институт Российской Академии образования. Они созданы его, но не смогли его реализовать, и он уже практически был в состоянии закрытия. Это было в 2004 году. Он меня пригласил, сказал, что вот есть такая необходимость, и мы ваша работа знаем. И предложил мне возглавить этот институт. Но его практически уже не было. Я начинал буквально в смысле с нуля. Я подготовил около 20 тысяч квадратных метров площадей, которые, ну, они были, холдинги, которые я возглавлял. Я просто их, значит, реконструировал под учебной целью. Должен сказать, что вот, почему это я нашел в пятом году. В десятом году мы уже были по рейтингу первые тройки негосударственных вузов Санкт-Петербурга. А их 50. А всего вузов Санкт-Петербурга тогда было 100. То есть среди 50 негосударственных вузов мы вошли первые тройки. Дальше работали. И уже в 18-м году был проведен снова рейтинги. Но это же не мы делаем, это рейтинги в организации. Мы только читаем и видим себя в каком-то... Мы уже были тринадцатыми среди всех вузов Санкт-Петербурга. Вот это удалось, потому что мы меняли систему образования и образовательные программы совершенно новые, даже незнакомые. Потому что я считаю, что образование, прежде всего, не передача знаний, а формирование личности. И его надо начинать с утром у матери. Поэтому я разработал вот такую систему реформ, систему образования, которая начинается с утром у матери. То есть с женского образования. Надо готовить женщину стать матерью и так. И в 2005-м году, после беседы с советником по посольству, он ко мне обратился. Не могу я написать концепцию системы образования в Азербайджане. Я его написал. Посольство Азербайджанское. Да, да. Вот это было на заседании одной из конференций ВАКа. Я выступил там по поводу того, что вот надо менять систему образования. С этого надо начинать. Сильный человек, он все освоит. Любой предмет. Он способен переучиваться. Понимаете? Знания, которые он получает, через 3-5 лет уже надо другие. То есть этот человек должен уметь учиться всю жизнь. Но для этого нужно иметь сильный характер. Для этого нужно иметь... То есть формироваться как личность, способная преодолевать сложности. Вот кого надо выращивать. Поэтому, знаете, все газеты, и тогда Эктидар, и... Ну, все газеты печатали предложения. Она и сейчас актуальна. И я сейчас написал концепцию создания научно-образовательных кластеров в Азербайджане. Нельзя так учить дальше, как учили до сих пор. Все меняется. Все меняется. Это и передача знаний меняется. Ну, все меняется. Главное, я еще раз повторяю, это формировать личность, способная одолевать сложности. Это личность, которая способна обучаться, переобучаться. Личность, которая тоже имеет характер, бойцовский такой характер, да. Это все можно. А то, что вы первую концепцию написали, применили в Азербайджане? Ну, знаете, я вот это скажу, а вы включаете или не включаете, это ваше дело. Я когда написал, я взял у советника посольства, Ариф Малин тогда был, фамилию не помню, 30 дней на написание. И последние 10 дней он мне каждый день звонил, что и не забыл, и я как... Я говорю, все порядка, 31-й день я вам отправлю. Я отправил 31-й день. Ждал день, два, три, я думаю, что он столько меня теребил с этим вопросом. И позвонил сам. Позвонил сам и сказал, как там моя концепция? Он мне сказал следующее. Говорит, ваша концепция это то, что нужно для образования, и не только в Азербайджане. Только у нас ни у кого духу не хватит с этим предложением выйти на верхний уровень властей. Почему? А предложения такие они вызывают. Понимаете, я систему образования построил таким образом. Во-первых, я предложил перенести образовательный центр из столицы в самую средину Азербайджана. Для того, чтобы остановить потоки переселения молодежи из регионов туда. И потом это позволило бы дать серьезное развитие вот этого срединного города. Это было, я предложил, между Агнашем и Емлахом. Построил университетский город имени Гейдара Ливы, кстати, да, да, национальный университет имени Гейдара Ливы. И оригинальные университеты в каждом географическом центре. Это у нас есть эти события. И это давало бы возможность, вообще не надо никуда уезжать. Ты остаешься дома, суббота, воскресенье с родителями. Помогаешь им по хозяйству. И университеты приобретали, становились центрами качества жизни. Потому что состав его входил от детского сада до университета. Понимаете? Эту концепцию все полностью. От буквы А до буквы Я прописали. Да. И она отдали им, залежалась и не приняли ничего даже. Печатали все, там говорили. Много хорошего мнения. Мнений было. Но там все так и осталось. Но я сейчас, в связи с тем, что Хан Канди начал создаваться указом, но пусть меня простят тех, которые не хотят эти слова слышать, но они строят старый университет. То есть, вот как было, так и продолжают. Я предложил создать научно-образовательный кластер, который охватывает весь Карабах. Не только Хан Канди. А все регионы Карабаха. И назвал этот кластер «Новый Карабах». Почему? Потому что я вообще пытался... Десять лет я занимался вопросом славяно-тюркшей синергии. И пытался создать университет, российско-турецкий университет на Кипре. И я там изучил всю систему образовательную на северной части Кипра. Но там, понимаете, 300 тысяч человек живет, 120 тысяч студентов. 20 университетов. Если каждый турист там дает рубль, то каждый студент дает 20 рублей в бюджет. И это мысль, я это наблюдал, видел сам. Я провел там конференцию даже ректоров России, Азербайджана и Турции, и Кипра. И мы об этом там говорили. Я предложил, чтобы вот... Почему нам Карабах не сделать вот таким кластером? Ведь это может сделать образовательным центром международного уровня, да? Красивая природа. Вы и сейчас передали им эту концепцию, новую. Я им написал. Мне пока не ответили. Но я предложил это рассмотреть в Академии наук Азербайджана. Спасибо президенту Азербайджанской Академии наук. Он поручил этим вопросом заняться институт философии и социологии. Там очень толковые, серьезные, хорошие люди. И мы вместе разработали весь этот проект. Утвердили его на ученом совете. Он есть. Я получил за это звание почетного профессора этого института. То есть я еще стал одновременно почетным профессором института. Кроме того, что я начал Академию Российской Академии наук и еще многих других академий. Но это мне самое приятное. Потому что мне его дали за то, что я разработал проект вместе с ними. И мы провели в Санкт-Петербурге 18 декабря 2023 года конференцию «Ноосферный Азербайджан». Потому что главная моя мысль сейчас – это я написал концепцию «Ноосферной планеты». Она называется «Платформа 20». Там 20 стран. Я предложил, чтобы эти страны создали новую цивилизацию. Нараштинно-духовную цивилизацию. В составе этих 20 предприятий стран входят православные страны Восточной Европы. Россия, Турция, Иран, Пакистан. А вот на эту тему именно в Академии наук Азербайджана, кроме вас, кто-то еще работал над этой темой отдельно? На ученом совете, это было совсем недавно, это было, по-моему, в сентябре. На ученом совете рассмотрели и утвердили. Академия наук Азербайджана. И есть решение института философии. То, что вы предложили концепцию в Эр. Да, да. Ну, есть документ в печати. И дальше что? Дальше, вот начался коп, всем некогда заниматься. Надо выходить на президента или на первую линию, потому что масштаб проекта таков, что мало кто решится даже наложить. Потому что там и терминология, ну, другая, понимаете? То есть, я написал эту концепцию на двух страницах. На пяти, на двадцати пяти, на ста, на трехсот страницах. Почему разные такие? А для того, чтобы один может прочитать две страницы, а другие пять, не может, а дозу прочитать. Идер Малин, вопрос тогда такой. Вот, я, конечно же, очень люблю, уважаю, когда люди патриотически относятся и хотят свои, кто может именно в вашем случае, ваши научные работы, да, вы предлагаете Азербайджану. А вы вот эти работы в России предлагали? Я эти работы предлагал. У меня же создана была российская, то есть, тюркославянская фонд, тюркославянский. Я являюсь советником председателя комитета по связям, по внешним связям Санкт-Петербургского правительства. Они меня попросили, они меня сами пригласили. Они меня пригласили, сказали, что мы вашу работу знаем. Сегодня очень актуально, значит, доклад о Валдайскому клубу по концепции вот синергии между Турцией, турским миром и русским миром. Год я работал над этим проектом, я написал доклад Валдайского клуба. Она должна была даже пройти, но она и не проходит. Вот где-то, понимаете, где-то вот что-то мешает принимать решение, чтобы вылезти наверх. Вот где-то посредине процесс останавливается, хотя она проходит и научное заключение, и общественно-политическое заключение. Все говорят, что это хорошо. И на каком уровне это останавливается, я не знаю. Ну, я ученый, меня, я, конечно, по-человечески переживаю, но как ученый сожалею о том, что, ну, они дадут мне новые задания, я выполнил новые задания, так сказать. Вы сказали, что научные исследования всего у вас кризисные. Вот как вы считаете, наша община, наши вот общественные организации, включая национально-культурную автономию, они в кризисе? Глубоко в кризисе. Причина кризиса, тем более, вот такие люди, как вы, наши Ахсакалы, ученые. Вот, может быть, им бы надо было написать вот эту концепцию? Я написал концепцию, вот она, миссия, цели, задачи и направления деятельности диаспоральных организаций Азербайджана. Вы предоставляли ее на... Дважды, в принципе, я в 12-м году, или 11-м, не помню, и в 20-м году я написал обращение к азербайджанцам России. И изложил там состояние дьявола. И что первый раз я назвал это обращение «Объединяйтесь», второй раз я написал «Самоорганизовывайтесь». То есть первый раз объединяйтесь, второй раз самоорганизовывайтесь. Потому что, понимаете, организация, ну, то, что есть, это хаос, это не организация. А в чем большие проблемы, в том, что наука не участвует в организации Азербайджанской диаспоры. Интеллигенция разочаровалась. Вот кто пришел вместо вас. Вот о чем идет речь. Интеллигенция просто потому, что вас не поняли. Не от того, что не хотят понимать, а от того, что не понимают. Обычно просто не понимают. Ну, все вопросы, я вам говорю уже как кризисный управляющий. Все вопросы можно решить. Но надо понимать научный подход к этому. В принципе, вот, не эмоциональный, как это бывает, вот, у нас был представитель, который в Италии живет он сейчас, по-моему, да. Вот, хорошие же были подвижки для того, чтобы это было, да. А почему вы его заблокировали, я не понимаю. Речь идет о Физулеме Амедове. Да. Я больше предлагаю. Я тоже увидел вас и услышал. Так. Я предлагаю вообще сделать серию передач по всем вопросам, по всем проблемам. Когда не спеша, можно будет раскрыть такую тему. Я через себя перелез все проблемы Азербайджанской диаспоры. И как ученый, и как человек, и как патриот. Понимаете? Идар Малин, мы со своей стороны, имеется в виду, наши средства массовой информации всегда готовы. Вы позвоните, мы приедем и в Питер. Да. Без проблем. Да. Но, ну, снять реально, как методичку поставить вот эти программы, по крайней мере, чтобы хоть не читая это, а слушая и смотря, хоть они вникали и смотря на это. Спасибо вам еще раз. Добро. А на сегодня у нас все. Следите за нашим каналом и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok